Внимание! Самарский космический полумарафон стартовал с самарской мили. До финиша нужно было пробежать 1586 метров. Дистанция самая демократичная. Здесь бегут и начинающие, и бывшие спортсмены. Я уже не один раз принимаю участие в самарских забегах. В прошлом году в самарском марафоне третье место в возрастной категории 30-39. Хочу сказать спасибо за то, что даете возможность бегать. Ты бежишь, расслабляешь мышцы, голову, и особо много времени не надо. Хочешь пять, беги, хочешь три, беги. Любое время зависит от тебя. Я все детство занималась легкой атлетикой, выступала за свой институт, за железнодорожные. И поэтому спорт со мной всю жизнь. Очень крутые ощущения, я точно знаю, что это не последние мои соревнования. Самарский космический полумарафон предлагал участникам несколько дистанций на выбор. 600 метров бежали дети, взрослые стартовали на полтора, три, десять и двадцать один километр. Всего на старт вышло более двух тысяч легкоатлетов. Среди них и руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Сегодняшний марафон уникальный в своем роде, потому что он открывает серию легкоатлетических стартов в этом году. Проходит он ко дню, посвященному приуроченному дню космонавтики. Следующий старт у нас будет более массовый, более показательный. Погода, конечно, сегодня не такая весенне-теплая, как бы хотелось, но, тем не менее, это не мешает всем участникам получать заряд бодрости, пробежать и показать все, на что они способны. Дистанция проложена по Волжскому проспекту от речного вокзала до Ладьи. Старт и финиш у бассейна ЦСК ВВС. Очень много людей приехало из ближайших регионов России. Даже приехал один представитель Китайской народной республики. Когда-то мы начинали со ста человек, это космический забег, да, видите? А со временем все больше и больше. Все настроены хорошо, все с удовольствием. И дети, и взрослые, и спортсмены, все-все участвуют. Впереди у любителей легкой атлетики в Самаре несколько стартов. Королева спорта, Самарский марафон и финишируют сезон марафоном, который посвящен Дню народного единства. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.